Всем привет, это Миша, и сегодня я продолжаю свою серию видео о так называемых минусах США. И на этот раз я разберу минусы, касаемые еды. Ну, вернее, опять же, не минусы, а то, что люди называют минусами, и то, с чем я, в общем-то, не согласен, как правило. Значит, ну, начнем, пожалуй, с утверждения о том, что в Америке плохое... Ну, и дальше, собственно, список продуктов. По порядочку. В Америке плохой хлеб. Значит, ну, в Америке не то чтобы плохой хлеб, но он, как правило, не совсем привычный для россиянина. Вот, ну, вместе с тем, опять же, поскольку я, как бы, в Америку попал через Израиль, как-то у меня был такой переходный период, и, ну, я не могу сказать, что у меня как-то местный хлеб вызывает какое-то сильно негативное, как бы, ощущение. И, опять же, ну, что значит местный хлеб? Да, безусловно, есть то, что, наверное, с большей, там, долей вероятности можно найти у, как бы, коренного американца на столе. Но это, как бы, не говорит о том, что нет других вариантов. И, в принципе, да, вот, очень много хлеба, который, как бы, подразумевается, что он пойдет в тостер, но есть хлеб, который и не подразумевается, что он пойдет в тостер, его можно есть и так. И, как по мне, так, ну, как бы, я для себя нашел, как бы, несколько довольно вкусных сортов хлеба. Вот. И, в принципе, опять же, есть российские, как бы, магазины, ну, русские, да, так называемые магазины, и там можно купить совершенно привычный на вкус, только, как бы, качественно сделанный при этом, а не, как иногда оно было на родине, значит, хлеб. Вот. Ну, и, в принципе, никаких проблем с хлебом у меня лично нет. Вот. Значит, ну, вторая, как бы, часть нашего первого пункта, это то, что в Америке плохое пиво. Значит, ну, это, скорее, больше утверждение со стороны туристов, которые приезжают в Америку, а не со стороны тех, кто в Америке живет. Во-первых, никто не заставляет пить американское пиво. Естественно, тут есть топовые европейские бренды, там даже Stellar, Toa, Guinness и прочее. Вот. И в магазинах, скажем так, чуть более специализированных можно найти и какие-то, ну, более редкие, ну, не редкие даже, а, скажем так, менее популярные сорта. Ну, опять же, Хайникен, да, там. Значит, когда мы говорим про американское пиво, ну, в первую очередь в голову приходят, пожалуй, три бренда. Это Badweiser, это Miller и это Sam Adams. Значит, ну, Sam Adams, насколько я помню, в России не так распространен, и я понимаю, почему, но, как бы, как вот американское пиво, у меня было ощущение, что это такое главное американское пиво, если можно так сказать, ну, типа как Балтика в России. Вот, когда ты приезжаешь и пробуешь его, ну, это, конечно, я, честно говоря, был очень разочарован этим пивом. К Badweiser у меня такие спокойные чувства, и Miller я тоже, как бы, ну, так, ну, не то, чтобы не люблю, но нейтрально к нему отношусь. Но в Америке очень много других производителей пива, и там я для себя нашел абсолютно хорошие, как бы, нравящиеся мне сорта. Да, то есть, ну, опять же, выбор очень большой, и очень много всяких мелких пивоварен. То есть, нельзя сказать, что в Америке плохое пиво, ну, просто может быть топовое, по, скажем так, раскрученности пиво. Да, оно немножко на вкус непривычно, мягко говоря, россиянину, и это нормально, но, опять же, найти нормального пива проблем, по-моему, нету. Пункт 1.3. Это плохие овощи. Значит, ну, тут сложно сказать, то есть, ну, смотря с чем сравнивать. Да, вот часто, наверное, самая любимая тема, это когда говорят про помидоры, и помидоры, они действительно плохие. Они нормальные, но не особо на вкус, ну, они никакие. Но при этом, как бы, очень много всяких там черри и прочих помидоров, то есть, ну, тех, кто любит помидоры, я думаю, будет тут, как это, он найдет себе что поесть. Вот, ну, что касается других овощей, я, честно говоря, не знаю, как-то меня никогда это сильно не беспокоит, но овощи, овощи, я вообще небольшой любитель овощей. Но я, как бы, не вижу здесь большой проблемы, опять же, все можно найти. При этом цены на еду в Америке низкие, то есть, если там ты хочешь питаться овощами, ты можешь себе это позволить довольно легко. И, кстати, об овощах, лук американский, вообще, такая ядреная штука, то есть, обычный сырой лук, это просто, просто жесть. То есть, он вроде как такой же, но он, вот, ну, на вид, там, я не знаю, но он намного сильнее по ощущениям. Вот, ну, и так, в вершине, есть такая точка зрения, опять же, что в Америке плохой кофе. Не знаю, я просто небольшой ценитель кофе, в принципе, поэтому мне сложно сказать, там, ну, с чем-то его сравнить. Но, опять же, если в Америке его все пьют, 340 миллионов человек, то, в общем и целом, наверное, он их устраивает. Вот, и мне, ну, опять же, то есть, да, вот, 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 как бы, такие снобы и ценители, они кривят, наверное, от этого кофе-нос. Но, с точки зрения обывателя, я не знаю, здоровый, там, стакан кофе из того же Старбакса или Данкин Донатса с кучей сахара и всякой прочей дряни. Ну, наверное, в принципе, в этом ничего плохого нет, потому что это банально вкусно. Номер 2 в моем списке это утверждение о том, что в США нет своей кухни, а если есть только гамбургеры, и гамбургеры это вообще, типа, гамбургеры, ну, то бишь, Европа. Вот, значит, это утверждение, не хочу никого обидеть, но оно вообще, ну, я не понимаю, как человек может его сделать, потому что, только если он вообще ничего не знает про США, потому что в США масса своей кухни, и она разная в разных районах США, и, на самом деле, эта кухня очень богатая. То есть, безусловно, она в чем-то может быть основана на каких-то европейских блюдах, но есть каджунская кухня, и я почему-то уверен, что мясо аллигаторов это не очень европейская еда. Или, допустим, ну, это, конечно, не основная часть каджунской кухни, но, тем не менее, это, значит, опять же, там же, где и каджунская кухня, в Уизиане есть креольская кухня, которая чуть-чуть отличается в районе, значит, ну, Техаж и, значит, ну, вдоль границы с Мексикой, да, там, запад, так называемая South Western кухня, и это не мексиканская кухня, хотя, конечно, она во многом с ней перекликается, но все-таки в Мексике едят вещи, которые в США не едят, и, возможно, немножко наоборот, поскольку, ну, в американской кухне она такая более чуть-чуть адаптированная, может быть, для, ну, скажем так, не южного человека. Вот. Ну, короче говоря, опять же, есть, допустим, своя кухня вдоль Атлантического побережья на северо-востоке, да, потому что она во многом основана на морепродуктах, на всяких крабах и прочем, и прочем, и прочем. То есть, например, ну, есть там новоанглийская устричная похлебка. Это такой суп, очень вкусный, и я не знаю, может быть, у него есть какой-то европейский прародитель, но, тем не менее, по-моему, это более чем американское блюдо. И такого масса, там, в центральных штатах США есть свои какие-то особенности в кухне и так далее. Вот. Что касается гамбургеров, про которые я упомянул, ну, во-первых, это не всего лишь. То есть, фактически, гамбургеры, да и вообще в целом культура поедания мяса – это отличительная особенность США во многом. То есть, все там стейки, вообще культура барбекю, всякие эти сосиски и прочее. Да, естественно, там, те же сосиски их придумали не в Америке, но сама культура – это именно американское достижение, и можно, можно, как бы, записать это в активы американской кухни. Вот. Ну, и те же гамбургеры, ну, их столько разных видов, и, в общем, ну, как бы, это, на самом деле, немало. Да, что даже гамбургеры? Вот, можно взять сэндвичи, казалось бы, это просто бутерброд, но в Америке сэндвичей сделана, ну, прямо, опять же, целая наука в некотором смысле. Ну, я вот немножко преувеличиваю, но, грубо говоря, там, ну, можно назвать там 40 видов сэндвичей, которые просто описаны, и если там есть какие-то, ну, как бы, основные, какие-то популярные BLT, да, это bacon, lettuce, tomato, значит, ну, бекон, салат и томат, ну, помидор, то, ну, как бы, есть масса других сэндвичей, и, допустим, тот же Subway. Subway – это submarine sandwich, то есть вот эта вот вытянутая булочка, в которую внутрь кладется, собственно, сам сэндвич, это, вот, собственно, ну, условно говоря, американское изобретение, да, можно сказать, что это почти как просто багет, в который накидали всякого, и это будет во многом правдой, но как культура, опять же, как блюдо, это сформировалось в США, поэтому в США довольно большая, как бы, разнообразная кухня, и даже без того, что, да, действительно, сюда вместе с эмигрантами приехало много еды, и, опять же, адаптация этой еды, то есть, грубо говоря, я как-то шел, гулял, значит, по China Town в Нью-Йорке и решил зайти поесть, ну, более или менее аутентичную китайскую еду, и, в общем, ну, я не доел, а это со мной очень редко случается, при том, что я очень люблю, ну, такую азиатскую еду, да, то есть, азиатско-американскую еду, то есть, всякие, ну, лапша всякая-то, рамен и прочее, 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 очень люблю, но вот, значит, когда я пришел поесть то же самое, но только более аутентично, я не знаю, с каких частей там животного это готовилось, и что там, ну, причем это не богатая, дешевая забегаловка, это была нормальная там такая, ну, как бы, столовая, вот, поэтому сам факт вот этой адаптации европейской и азиатской еды для, скажем так, ее преобразования, это тоже, в общем-то, часть кухни, поскольку, ну, да, никто не говорит, что там в Америке это изобрели изначально, но в Америке это сделали, скажем так, намного более съедобным для большего числа людей, скажем так, вот, поэтому, американская кухня, это здорово. Утверждение номер три, которое я хочу опровергнуть, это тот факт, что еда в целом вредная. Значит, ну, во-первых, опять же, всегда надо спросить, а смотря с чем сравнивать, то есть, ну, если сравнивать с каким-нибудь, да я даже не знаю, с чем, со своей фермой, где вы кормите корову отборным зерном, коров не кормят зерном, да, ну, вот, короче, неважно, вы там кормите своих животных, по-моему, их там сами убиваете, едите, у вас там альпийские луга какие-нибудь суперэкологии, да, наверное, в Америке еда хуже, но в целом процедуры, как бы, производства, они, я так понимаю, во всем мире сейчас примерно одинаковые. При этом в США идет довольно активное движение в сторону отказа от, там, ну, использования этих всяких антибиотиков в кормах для животных и так далее. То есть, вплоть до того, что, например, есть такое сетевое заведение Chipotle Mexican Grill, и у них была прям вывеска о том, что, ну, вы знаете, мы, как бы, отказываемся от использования антибиотиков, но, к сожалению, мы пока не можем, там, найти, там, ну, по-моему, для свинины таких поставщиков, поэтому, вот, если что, учтите, у нас свинина выкормлена с антибиотиками. По-моему, такая, я уже, это было где-то год назад, я это прочитал, так что я, может, что-то путаю, но, вот, идея примерно такая. Вот, опять же, в США очень много того, что называется органик, и я в это не верю, но есть люди, которые в это верят и покупают, то есть, ну, наверное, может быть, в этом есть какой-то смысл, не знаю. Вот. Ну, и, опять же, что касается мяса, при этом, опять же, конечно, да, может в мясе что-то содержаться, там, еще в чем-то, но, в целом, опять же, за счет того, что еда относительно зарплат в США очень дешевая, в общем, в целом, людям могут позволить себе питаться правильно, если хотят, потому что, безусловно, если человек не хочет питаться правильно и человек любит жрать всякую дрянь, как, например, я, то он очень легко может покупать всякие чипсы, покупать всякую остальную фигню и есть это в больших количествах. Значит, тем не менее, как я уже сказал, в Америке и дешевые овощи, и довольно дешевое мясо, и, если вы хотите питаться правильно, то в этом нет вообще, как бы, сложности. Вот. Поэтому, конечно, вот, допустим, один из, опять же, таких моментов, которые, ну, скажем так, проскакивают в меде, это, значит, сладкий кукурузный сироп, который добавляют в различную еду, там, вводят до хлеба, чтобы он был слаще, типа, там, это вреднее даже, чем сахар, возможно, может быть... Опять же, у вас при желании есть возможность купить куку, только вы хотите дрянь. Но, если вы хотите питаться, как бы, ну, питаться правильно, то в США это нет проблем делать. Поэтому я не могу сказать, что это минус. Да, есть разная еда, но такая еда есть, в общем-то, везде, и можно питаться роллтонами в России, и тоже, в общем, этого полезного мало, да, там. Вот. Номер четыре в моем списке — это утверждение о том, что в ресторанах большие порции. Ну, с самим утверждением я не могу поспорить, потому что это правда. Но мне сложно сказать, что это минус. Ну, во-первых, я, в Израиле, то же самое, такие же большие порции. И в целом, я так скажу, что человек приходит в ресторан, ну, в моем понимании, сейчас, опять же, какие-то гурманы, ценители и снобы скажут, что я быдло, но я как-то, когда прихожу в ресторан, я хочу, чтобы у меня не было такого опции, что я заказал блюдо, и мне мало. Я говорю, прихожу в ресторан поесть, может быть, я что-то оставлю. Да, я не оставляю. И, допустим, это моя проблема, наверное, это какое-то российское воспитание, что доешь ложечку за маму, ложечку за папу. Короче, я не знаю, с чем это связано конкретно, ну, вот, да, мне сложно сказать так, ага, а вот этому пол тарелки, типа, не будем доедать, особенно, если это хорошее, вкусное, и вроде как бы надо бы, ну, все говорит, доешься, но, типа, ты понимаешь, что объешься, нет, я доем. Но я не могу сказать, что это минус, то есть это у меня какие-то мои личные проблемы. И да, они, наверное, есть еще у многих людей, но как взрослый, там, ответственный за свою жизнь человек может говорить, что это плохо, что ему дают больше еды. И кто-то может сказать, что, ну, вот, ты за нее платишь, но, на самом деле, опять же, стоимость самих продуктов, она не очень большая. То есть, да, вам принесли большую порцию, но, простите, как бы, стоимость еды, там, минимальная, да, то есть, там, остальное, это, там, ну, сервис, это, сам, как бы, наценка, то, что это ресторан и так далее. Поэтому, ну, не хотите доедать, не доедайте, вот. А так, да, порции большие, при этом, даже в каких-то столовых, ну, я не знаю, может быть, в каком-то супер пафосном ресторане на вас посмотрят косо, но, да, даже в столовых можно сказать, типа, я хочу разделить это, там, ну, вот, вы вдвоем приходите, мы хотим это разделить, пожалуйста, дайте нам одну порцию, и две тарелки вам дадут. И, в общем, в целом, это нормально, и если ты хочешь, опять же, есть меньше, ты можешь есть меньше. Вот. Поэтому, ну, я не могу сказать, что это минус. Это просто данность, и это нормально, просто нужно уметь себя контролировать. Номер пять в моем списке – это утверждение о том, что, вообще в Америке повсюду вся еда – это фастфуд, сахар и так далее, и поэтому все толстые, ну, во-первых, не все толстые, а там, где люди толстые, это связано, в общем-то, с тем, что, да, в Америке не все живут богато, далеко не все, и особенно там в Южных Штатах, допустим, люди, как я понимаю, уделяют еде несколько больше, как бы, значение, чем в Северных, и, опять же, когда у людей мало денег, а еда дешевая, это одно из, скажем так, доступных удовольствий, и поэтому человек ест больше. Но, в целом, я не могу сказать, что везде фастфуд и везде сахар. Ну, сахар, опять же, я понимаю, что сахарозаменители – тоже не самая полезная вещь, по крайней мере, некоторые из них, видимо, возможно, не знаю, но сахарозаменители, как бы, всевозможные есть. То есть, если вы не хотите сахар, пожалуйста, вот вам фруктоза, вот вам сахароза, вот вам сукровоза, вот вам стивия, вот моспартам и так далее, кушайте, что вам больше нравится. И, в принципе, ну, далеко не все, опять же, как я уже сказал, если вы хотите питаться правильно, вы будете питаться правильно, никто вам в брокколи не сыпет сахар, когда вы покупаете свежий брокколи, капусту или еще что-нибудь. Поэтому я не вижу тут большой проблемы. Ну, что касается утверждения, что везде фастфуд, ну, не совсем так. Да, везде, где вы находитесь, вы можете найти фастфуд, но если только вы не едете где-то по трассе, да, где там, ну, там может не быть полноценного ресторана, допустим, ну, или какого-то там другого общепита, такого более, может быть, здорового, я не знаю. Но вот если вы там, не знаю, вот около работы где-то вашей ищите где поесть, то с большой долей вероятности там будут совершенно нормальные места. И абсолютно, как бы фастфуд это опция, вы можете пойти в фастфуд, но никто вас туда, как бы, насильно не тянет. И, ну, по крайней мере, там, где я живу, выбор каких-то ресторанов просто огромный. При этом, что касаемо фастфуда, ну, далеко не весь фастфуд, в моем понимании, такой уж вредный. И да, наверное, там, картошка фри — это не самое полезное блюдо, но тот же гамбургер, да я бы, мне кажется, не так уж это и вредно. Не говоря о том, что, ну, опять же, вот, уже упоминал тот же Чапотел Мексикан Гриль, да, в котором я просто вообще не понимаю, что может быть там вредного. То есть у них есть мясо, ну, какое-никакое оно мясо. У них есть овощи, какие-никакие, но овощи. У них там есть сыр, сметана, они делают из этого буррито, на тоненькой, в общем-то, ну, этой тортилье, да, как бы. Ну, а что вредного-то? Вот. Поэтому я не могу сказать, что есть какая-то такая проблема. Ну, и бонус. В этот раз это супер бонус, поскольку это бонус от меня. Если бы я был странным человеком, который пишет такие видео про минусы Америки на полном серьезе, и при этом был бы еще и придурком, я бы, безусловно, включил это в список минусов. Значит, утверждение следующее. Американцы не считают нормальным бухать за ланчем. И, ну, таки, да. Ну, то есть, вернее, как, вроде бы говорят, что в местах попроще, подальше от Нью-Джерси, можно пивка и за ланчем выпить. Но здесь, как-то, вот, в пивном ресторане я не видел людей, которые пьют пиво. Но при этом, если вы пьете пиво, на вас, вроде как бы, тоже сильно косо никто не смотрит. Вот. Поэтому вот такой минус. Как бы мне нечего добавить. Вот, ладно, спасибо, что смотрели. Всем пока.